Как понять, что ты любишь? Мужчину, что ты любишь. Значит, ты ему доверяешь. Он для тебя опора в жизни. Ты чувствуешь, что он может тебя защитить от трудностей каких-то, но дает защиту, значит, ты его любишь. Женщина не может сразу понять, что она любит, потому что у женщины близость в сердце к человеку приходит со временем, и это хорошо, это неплохо. Поэтому надо дольше общаться, понимаете? Не надо ничего понимать, не надо себе внушать, я его люблю, я его люблю. Не надо внушать, надо встречаться продолжать дальше. Придет время, и он тебе докажет, что ты его любишь. Он должен доказать. Встречаться, дать им возможность доказать. Не доказывает его проблемы. Я же красивая, найдется тот, кто докажет. Понимаете? Женщина не может сразу полюбить, потому что женщина, как она смотрит на ситуацию. Вот они встречаются, мужчина, он сразу входит в ситуацию. Он сразу, и снова вижу образ твой, Мадонна. Ну, то есть он входит сразу, все там, такой. А женщина, она такая, со стороны смотрит. Она при этом может еще кому-то улыбаться параллельно. Она, да, как бы, ну, не так, да, все, как бы, так. Ну, внутри она такая, контролирует ситуацию. Ну, с ним не с ним, с ним не с ним. Хороший, плохой, дурак нет. Контролирует ситуацию постоянно. И у ней полностью, она свой ум, у нее не отдается мужчине сначала. И это хорошо, потому что, в конце концов, она, для нее семья создается, и она решает, будет она с ним жить или нет. И это решение, оно не должно приходить сразу, нужно ждать. Это благостное создание семьи. Держать на расстоянии человека и ждать. Смотреть, что придет в сердце. Какое решение. Это правильный подход жизни. Сказать, мы жили в невежестве и развелись. А сейчас мы раскаиваемся в этом, мой хороший. И ты никогда не разводись в своей жизни. Да, мы жили в невежестве, теперь мы живем правильно. Вот я попыталась еще раз начать жить с семейной жизнью совместной. Вот у меня вторая попытка. Я была плохой, тетя, а теперь я хороший. И никогда больше уже не разведусь. Клятву перед ребенком, давать гарантии ему надо. Где встретить близкого человека себе? Возможно встретить. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь встретить невозможно, можно потерять. Любовь человеку дает Бог, ее невозможно встретить. Заслужите человека, придет в ваш жизнь человек. Что делать? Сначала слушать лекции, потом начать жить по лекциям. Постепенно так жизнь будет меняться в нужном ключе. Выполнять свои женские обязанности, вести себя как женщина. Работать над собой, развиваться как личность. Придет время и придет жизнь удачи. Поднимите руку, у кого так произошло, женщины. Смотрите. Даже мужчин некоторые подняли. Молодцы. Видите, то есть есть такие люди. Вот они жили, а у кого не было много лет близкого человека, вы начали жить правильно, и у вас появился близкий человек. Есть такие люди? Вот еще смотрите в зал. Видите? Значит нормально все? Работает система? Кто руку-то поднял? Кто спросил? Ну вот. Работает система? Работает. Веды объясняют, что человек живет не для своего удовольствия, не для своего удовольствия, а для постижения истины. Если человек в сторону от постижения истины уходит, тогда он получает страдания, а если он сильно уходит в сторону от постижения истины, он получает сильное страдание. Таким образом, веды говорят, что секс является очень серьезным испытанием для человека, и поэтому его надо проводить только в условиях законных отношений. То есть не просто познакомились и мы уже решили жениться, а надо сначала по факту, вот я сейчас говорю вещи, которые сложно принять, но так надо, по факту сначала расписаться, а потом уже секс. И такой секс будет правильным, он принесет счастье. Как вы думаете, кто об этом знает, мужчина или женщина? Мужчина говорит, женщина. Женщина что говорит? Женщина, правильно. То есть смотрите, интересно, что семья, энергия семьи, она принадлежит женскому началу. Энергия семьи. Энергия деятельности принадлежит мужскому началу. И, допустим, хороший начальник знает, что не надо слишком много женщин брать на работу, потому что если их будет слишком много, то дальше будет критическая масса, которая приведет к развалу фирмы. То есть фирма не сможет быть управляемой, потому что женщина в какой-то момент на работе становится неудовлетворенной, потому что это не ее природа. То есть она там не находится в полной защите, как бы там не та деятельность, которая ей приносит полное счастье. Она там всегда страдает. И таким образом фирме получается много страдания. Страдание больше, чем счастье. В результате она развалится. Также женщина знает, что сексом надо заниматься только с тем человеком, который на тебе расписался. В каждой женщине есть сердце, это знание. У кого нет такого знания, женщина? Поднимите руку. У вас нет такого знания. Ну, а 18 лет было, когда вам было 18 лет? Не было такого знания. Ну, ничего, сейчас получите. Одно не было знания. Такое может быть, да, что как-то не получила она как-то. Или это скорее наоборот получается из-за того, что мы забываем. Потому что девушка молодая, 18 лет, знает, что сначала надо остановить отношения. Ну, смотрите, я сейчас логически, мы сейчас будем размышлять. Смотрите. Сексом можно с любым человеком заниматься? Или лучше сначала познакомиться? Познакомиться. А вот мужчине все равно. Вот чем менее знакомы, тем лучше. Более загадочно. Сексом для мужчин. Ну, все равно. Дальше поехали. А вот только ли познакомиться надо? Или чтобы он какие-то гарантии давал? А? А? Любовь. Ну, что значит любовь для мужчины? Что значит любовь? Может, у него любовь сразу с двумя будет? У него две, он с двумя будет любовь. Вы согласны будет на секс? Вот рядом другая будет? Нет. Это значит гарантии, так? А какие гарантии должны быть? Вы поймите, ведь он начинает фактически, по факту, секс означает зачатие. Ребенка. По факту. Мы, конечно, там насочиняли уже всяких резинок, но это сочинение наше, понимаете? По факту это означает зачатие. И для женщины, если вот убрать все современные технологии, вот, а просто оставить ситуацию, да? Для нее по факту означает, что у нее может появиться ребенок. Так? Означает без отца. С вашей логикой, без отца. Ну, потому что мужчине неинтересно это. Если он сексом позанимался с чужой женщиной, он не хочет больше с ней иметь дело. Ему надо сначала перестрадать, добиваться женщины, потом она должна убедить его, что ее надо взять замуж, что она самая лучшая, а потом тогда он уже будет брать на себя ответственность за этого ребенка. Для мужчины ребенок это трудности, тяжелая карма, для женщины это награда. Но если женщина рожает ребенка без мужа, для нее это тоже трудности получается. Таким образом, у каждой женщины есть сердце знания, что сначала замуж, потом секс. Теперь, а что происходит? Почему вот у нас в жизни происходит не так? В чем причина? Причина заключается в том, что есть определенные устои в обществе. Вот, например, когда мне было 15 лет где-то, то устои в обществе были другие. Например, было очень предусудительно заниматься сексом с чужой женщиной. Это считалось аморально в обществе. Сейчас это никак не считается. Это означает деградация по факту. То есть мы думаем, что у нас прогресс происходит. На самом деле идет деградация в обществе. Потому что прогресс или деградация, это определяет количество счастья на душу населения, а не количество стиральных машин, валового продукта там и все прочее. Количество счастья определяется устоями семьи. Чем устои семьи слабее, принципы семьи слабее, тем больше страдают дети, женщины, пожилые люди. Потому что они остаются в одиночестве, когда нет устои в семье, некому их защищать, заботиться о них некому. И таким образом общество страдает. Мужчины тоже страдают, конечно же. Итак, общество деградирует. Результат деградации заключается в том, что женщины теряют защиту, социальную защиту от общества. Они искренне считают, что они не смогут выйти замуж, если не будут вести себя так в обществе, как принято. Допустим, мужчина познакомился, если я буду долго как бы отказывать ему, то это значит, что он меня не возьмет замуж, по факту. Так думают женщины. Поэтому они ложатся преждевременно с ним в постель, хотя в сердце знают, что так не надо делать. Результат печальный. Потому что сердце знает все. На самом деле, раньше времени ложиться в постель означает много-много плохих вещей. В том числе и невозможность нормально выйти замуж. Потому что мужчина должен созреть. Он должен сначала стать сильным. Он должен ждать, стать сильным в этом ожидании. А потом уже, ну как бы, ответственность на себя брать. Ну это долгая тема. Мы много раз на эту тему обсуждали, говорили. Скажите, пожалуйста, что делать, когда моральная усталость, нет постоянного места работы, нет реализации себя как в работе, так и в хобби. И при этом родственники не понимают моих поисков себя и образа жизни, вегетарианства, духовной практики. Это нормально? Когда человек встает на путь истиной, то его никто не понимает вокруг. Так было всегда в этом мире. Что если человек идет вверх, его никто не понимает. Мало людей в этом обществе, кто ищет истину. Когда разум меняется от человека в сторону развития, то, понимаете, все общество находится в страсти. У них разум статичный. Статичный означает неизменный. То есть статичные устои общества. В данном случае какие устои? Аморальные в основном. Статичные аморальные устои. Это культурное пьянство в скобках. Культурное слово в скобках – пьянство. Дальше разврат, культурный опять же, культурный разврат. Дальше это отсутствие глубоких отношений в семье, отсутствие работы над собой, внутренней жизни, то есть молитва, отсутствие. Это то, как живет сейчас общество. Человек, когда начинает всеми этими вещами заниматься, интересоваться, то его никто не понимает, потому что разум перестает быть статичным, он начинает двигаться. А разум изменяется, все вокруг человека меняется. Меняются друзья, знакомые, окружение, понимание. Все меняется. Телевизор его уже не устраивает, ему нужно что-то другое смотреть. Его не устраивают рестораны, в которые люди обычные ходят. Его не устраивает это общество, которое его окружает. Ему нужны другие отношения, более высокие. И пока он не нашел себе вот этот новый, новых людей для общения и так далее, ему будет тяжело, плохо. Он должен также поменять свои отношения с теми людьми, которые раньше ему были очень близки. Он не сможет уже с ним строить очень близких отношений в этом случае. Он должен их любить, но он должен знать, как любить разных людей. Если человек не стремится к истине, то его надо любить, но не надо с ним строить очень близких отношений, потому что это будет приводить страданиям обоих. Любовь – это отдавать. Любовь не означает обмениваться, это отдавать всегда. Мы можем обмениваться любовью только с Богом. Даже муж с женой должны отдавать в любви. Не обмениваться, как мы думаем, а отдавать. Потому что обмениваться означает, я тебе что-то сделал и жду назад. А вот это жду назад как раз и является камнем преткновения в отношениях. Потому что от человека невозможно дождаться столько же, сколько мы для него делаем. Это невозможно. Поэтому наступает страдание в результате. Это глубокая очень тема. Но молодому человеку я хочу сказать такую вещь. Если ты не знаешь, где работать, надо работать над собой. Потому что мужчина, который не знает, куда ему идти в жизни, он должен работать над собой. А работать над собой для мужчины также означает где-то работать. То есть мужчина должен где-то работать из чувства долга. И должен при этом работать над собой. То есть он должен соблюдать режим дня, закаливаться, делать упражнения какие-то, которые его тренируют как личность. Должен молиться. И где-то работать. Потому что труд развивает разум. Если он сидит дома просто, то он не сможет развиться. Так же, как женщина, которая не вышла замуж, она должна постоянно работать над собой. И при этом постоянно о каком-то заботиться. Потому что разум женщины развивается в заботе. Если женщина просто как растение живет, она никому ничего пользы не делает. Не готовит, не убирает, не стирает, не заботится. Это значит, что она неразумная. У нее нет силы счастливо жить в этом мире. Надо эту силу копить с помощью труда, женского труда. Даже если женщина очень много трудится где-то на работе, но при этом не заботится ни о ком, то она неразумная. Она тратит зря свое время, и она не будет счастлива в жизни. Она будет зря просто проводить время в своей жизни. Несчастная будет. Мама делала неизвестное мне количество абортов. Как это отразится на нашей семье? Что я могу сделать в свою очередь, чтобы отработать такую карму? Не надо думать, что мы страдаем из-за плохих поступков наших родственников. Это невежественно так думать. На самом деле следует знать очень простую вещь, что судьба человека находится внутри. Это тайна. Это никто не знает, кроме мудрых людей. Судьба человека находится внутри, а снаружи она разворачивает свой концерт. То есть по факту, сколько тебе положено было видеть абортов со стороны своей мамы, столько ты увидела. Ни больше, ни меньше. Это является законом. Никто не может в этом мире нам дать то, что нам не положено почувствовать и понять. Ну, допустим, у меня муж, допустим, гневливый, женщина думает, у меня гневливый муж. Но если она отработала эту карму, вот уже, по факту, почему гневливый достался? Потому что я обидчивая. Но если я отработала вот эту карму, я перестала быть обидчивой вдруг, я такой стала, то муж не сможет гневаться на меня. Он будет гневаться на кого угодно, но на меня нет. Понятна система, как работает? Человеку нельзя сделать то, чего он не заслуживает. Это невозможно. В этом мире действует только энергия справедливости. Другой энергии не существует в этом мире. Только энергия справедливости строит взаимоотношения между людьми. Это означает, нет никакой необходимости думать о том, кто что сделал плохого вокруг меня. Нет такой необходимости. Надо думать о том, какой же я идиот, если вокруг меня столько плохого. Надо, во-первых, подумать, это какой же я урод был в прошлой жизни, что меня угораздило родиться на земле. Вообще просто на земле. Для начала надо об этом подумать, потому что это не самое лучшее место в нашей вселенной. Веды говорят, для рождения. Ну ладно, Бог с ним на земле. Я дальше не буду продолжать. Подумают, что я как бы против нации, народа и так далее. Но нам повезло, на самом деле. Мы родились в человеческой форме жизни. Это большая удача. Некоторые люди не смогут это понять, не изучая веды. Очень сложно это понять, потому что веды объясняют, что душа, маленькая душа, она имеет одно и то же качество и количество как у микроба, так и у человека. Все вот эти растения вокруг нас, такие же точно души. Муравьи, тараканы. Такие же души, просто они имеют другую судьбу. У них хуже карма, чем у нас. У них меньше благочестия, и они родились в этих телах. Там другие желания совсем. Тонкое тело человек, психическое тело, тело желаний. Допустим, вы подумаете, что я фантазер. Но вот сейчас, до того, как начать эту лекцию за полчаса, я делал прием в своем Краснодарском центре медицинском. Я принимал пациентов по фотографии. Принял четыре человека. И двум из них я провел полную диагностику. Это означает порядка 20 тонких показателей, и которые невозможно пощупать. Эти показатели, если одну ошибку я делаю, то человеку делают вред, а не пользу. Дальше ему ставят ветки, кору. И если один показатель неправильный, то показатели коры тоже будут неправильные, человеку станет хуже, а не лучше. В последнее время я ни разу не ошибался. Ну, то есть я четко определяю все эти показатели по фотографии. Неужели вы думаете, что мне трудно понять, что тонкое тело у таракана имеет такие же показатели? Я тестировал тараканов и коров, и деревья. И у тонкое тело, у этих всех живых существ одинаково работает. У деревьев такие же тонкие показатели, такая же тонкая характеристика, как у человека. На основании этого мы составили таблицы деревьев, которые подходит человеку. Совместимость человека с деревьем мы составили таблицу. Порядка 600 видов деревьев протестировали. Те же самые показатели у дерева и у человека. Просто само тонкое тело у человека работает более развито. Но структура такая же. Это означает, что мы очень удачливы. Мы родились в человеческих телах. Это большая удача, потому что в человеческом теле есть такое произведение Шмадбхагаватам. Оно было написано 5000 лет назад. Это великое произведение, потому что оно говорит о цели человеческой жизни. И с самого начала в этом произведении говорится, что цель человеческой жизни – это постижение своей духовной природы. То есть не рожать детей, не устроиться на работу, найти себя в слесарях, в ученых, в бизнесменах, еще где-то, а узнать, что я вечный. Узнать, что я вечную, вечную природу имею. Знаете, что это значит в буквальном смысле слова? Это означает, что я должен жить прежде всего, даже не для этой жизни, как минимум для следующей. Даже не для этой жизни я должен жить, а как минимум для следующей. Это означает, что я не должен совершать поступков, которые уничтожат нормальную возможность родиться в следующей жизни. По крайней мере, в человеческой форме жизни, как минимум. Видите, многие люди, которые, вот я сейчас сказал вам, допустим, вот эту фразу, многие думают, что ты вообще, куда я попал, что он вообще говорит такое странное. Что человек говорит, это зависит от того, насколько он себя глубоко понимает, как личность. Вот если, допустим, человек хорошо понимает, что ему осталось жить совсем немного, ну, несколько там десятков лет. Допустим, у нас был фестиваль «Благость» недавно на Азовском море. Кто был на фестивале «Поднимите руку»? Понравилось? Понравилось. Вот, и в этом фестивале, как бы, мне задали вопрос на подобные вопросы. Я говорю, мне максимум в жизни, ну, по статистике, осталось еще 15 фестивалей «Благость». Это же немного, так? 15 фестивалей «Благость» и... Тю-тю. Это означает, что есть смысл подумать о чем-то другом. Не обустраиваться, как бы, в этом мире думать, надо все равно, ну, хотя бы помереть в двухкомнатной квартире. Ну, зачем мне помирать-то, смысл такой. Вот. Идея в чем заключается? В том, что надо думать о том, что дальше будет, ведь будет следующая жизнь. Дальше следующая жизнь будет. А человек вечный. Кстати, кто считает, что он не вечный? Поднимите руку. Что вот помрет, и все, и ничего не будет. Есть такие? Видите, уже почти нет таких. Кто-то, может, и есть, но он не поднял руку. Он сомневается уже, начал сомневаться сегодня на лекции. Но, на самом деле, мало кто из вас действительно знает, что вы вечный. Потому что, если бы вы знали, вы бы вели себя, как Сергий Радонежский, который думал уже о следующей жизни. В этой жизни постоянно, ну, как бы, об этом думал. Итак, смотрите, то есть, с этой точки зрения человек не должен зачинать детей с чужой женщиной. Понимаете? Это уже означает плохая карма. И за это будет отвечать не в этой жизни придется, а в следующей. Итак, к чему я это все говорю? Это все говорю к тому, что человеческая форма жизни очень редка, и мы в ней должны думать о высшем благе. И тогда мы будем счастливыми. Часто люди думают, ну, почему я такой несчастный, может, я работаю не там, и все прочее. Понимаете, работа на втором месте стоит. А вот эта деятельность, которая предназначена для человеческого тела на первом месте, и тогда человек становится счастлив, сразу же, немедленно. Как эта деятельность осуществляется? Во-первых, надо понять, что это внутренняя жизнь. Вот как понять, что моя мама сделала много абортов, вот как в записке мы на эту записку отвечаем. Моя мама сделала много абортов. Как ей помочь? Ты сначала себе помоги понять, что это твоя судьба, что ты сама как бы в прошлой жизни что-то сделала вот такое, что маму такую увидела перед собой. Вот это надо понять сначала. Вот это прежде всего надо понять, потому что, когда ты это поймешь, ты потом будешь думать, как тебе в этой жизни прожить жизнь, чтобы ты такую маму перед собой, которая делала много абортов, больше никогда не видела в следующей жизни. Понимаете? Вот для этого предназначена человеческая жизнь. И когда я вот такую фразу сказал, хоть она очень тяжелая для сердца, но она облегчает сердце и делает его счастливым. Вот эта девушка, которая написала сейчас мне записку, у нее в сердце сейчас облегчение наступило. Она чувствует счастье здесь внутри. Почему? Потому что ее жизнь потекла в правильном русле. Надо думать не о том, как маме помочь, а как помочь себе стать таким, чтобы всем помогать. Понимаете, как интересно устроен этот мир? Человек должен работать над собой, и так как мы связаны очень глубоко со всеми остальными, дальше эта работа сразу же меняет всех вокруг. Например, в Ведах говорится, что человек, который осознал себя как душу и избавился от того существования, которое мы ведем с вами со всеми. Потому что если человек осознал себя как душу, он сдал свои экзамены все в этом мире, им больше здесь нечего делать, и он уходит в духовный мир, и нет страданий. То в этом случае 12 поколений до и 12 поколений после встают на этот путь, высший путь развития, который он принял. При этом он может им ничего не говорить, просто потому что они его родственники, они получают такое благо. Это означает, что просто мы помолились с утра, и все родственники получают благо. Понимаете, человек это не такое несущество, которое само по себе сидит чем-то и занимается. Понимаете? Ну допустим, вот девушка, женщина в зеленой кофточке, да, вы, да. Вот вы сидите здесь, да, а одному вашему родственнику, мне кажется, женщине сейчас тяжело. Так или нет? Там пожилой возраст. Есть? Тяжело. И вы отдаете ей сейчас свои силы, я это вижу. И вам тоже нелегко, так? Вы чувствуете, что что-то тяжело внутри. Почему? Вы даже, может, не знаете, что именно, почему тяжело. Некоторые знают, я переживаю за такого-то человека, я переживаю за такого-то человека. Что значит переживаю? Это значит, что он забирает силы, ему они нужны больше, чем мне сейчас, в данный момент. И когда человек молится, то что происходит в результате? Он уже не свои силы отдает, а божественные, высшие силы. И этому человеку легко помогает, легче становится. Вот, допустим, смотрите, я сейчас думаю о Боге и думаю о вашей родственнице. Вам легко, легче становится на сердце или нет? Но я о вашем сердце не думаю. Я не пытаюсь на вас как-то воздействовать. Я думаю о том человеке, которому тяжело, которому нуждаются ваши силы. Я ему дал то, что в чем он нуждается. И вам сразу раз, только что-то, как-то раз, да? Что-то поменялось или нет? Или обманываю? А? Не поменялось? Поменялось? Чуть-чуть поменялось. Видите, основная проблема заключается в том, что мы не знаем, как помогать. Мы не знаем, в чем помощь заключается. Помощь заключается в том, что надо самому делать то, что тебе требуется в этой жизни делать. И тогда все вокруг получают благо от этого. Вот, допустим, женщине хочется думать постоянно о своем ребенке. Она потому что от этого испытывает наслаждение. Но она должна думать больше о муже, заботиться о нем. Тогда ребенок получает автоматически благо. Женщина, когда думает только о ребенке, в результате мужчина обычно уходит от нее. Он теряет любовь, понимаете? То есть ему нужна любовь жены. Но ребенок получает любовь к матери само собой. О нем не надо думать. Он получает просто потому, что он находится рядом. Почему же женщина думает о своем ребенке больше, чем о муже? Потому что ей так больше нравится. Она этим наслаждается. Видите, часто наслаждение в нашей жизни встает против правильного хода событий. И наслаждение также крадет разум у человека. Допустим, женщине бы хорошо подальше от мужчин держаться. И таким образом она становится в своей жизни сильной, разумной. Выходит замуж нормальной и так далее. Но почему-то женщины так не ведут себя. Это означает, что желание наслаждаться мужским телом крадет разум у женщины. Так же, как крадет разум мужчины, желая наслаждаться женщиной, мужчина часто теряет семью, детей и идет не знаю куда в своей жизни. Это означает, что наслаждение стоит против истины в нашей жизни. Часто бывает наслаждение и истина. Не один и тот же путь. Я хочу быть счастлива, но мы не знаем, что счастье – это просто награда. Награда. Которую даже ждать не надо, веды говорят. Которую даже ждать не надо. Вот смотрите, если человек сдает экзамены свои в институте, но он ждет пятерку, то преподавателям не нравится такой человек. Допустим, он сдает экзамены, но он ждет пятерку, смотрит на преподаватели. Вот вы, по-моему, преподаватель, допустим, да? Я сдаю экзамен, смотрю, как я лекцию читаю. Хорошо или нет? Видите, вы же думаете, Олег Геннадьевич испортил всю лекцию. То есть я жду ответа. Ну как я читаю лекцию, хорошо или плохо? Все, видите, уже не те отношения. Так чувствуете, нет? Уже не те отношения. Она согласилась с этим. Это означает, что даже награды ждать нельзя даже. И человек ее не имеет ждать даже права. Он должен просто исполнять свой долг. И тогда, если высшие силы удовлетворены человеком, а мы только для них живем, тогда через сердца людей они награду дают. Допустим, жена просто выполняет свой долг перед мужем. И через сердце мужа в какой-то момент приходит награда. Он думает, Господи, какая ты у меня святая. И он это честно говорит от сердца, от всего. Поднимите руку, кому так муж уже сказал. Вы почувствовали награду в своей жизни? Неужели только одна в зале? Еще кто-то есть? А вы это сделали просто спонтанно? Или вы слушали лекции, изучали, как жить? Слушали лекции сначала, а потом так сделали. Видите, веды объясняют, что человек должен сначала изучать, как правильно жить. Потому что, как мы думаем, что естественный ход событий, то есть естественный ход жизни не является правильным у человека. Мы идем не туда, естественно, живя. Человек всегда должен жить так, как положено жить, а не так, как естественно ему хочется. Допустим, мы сейчас рассуждали с одним моим близким другом. Он написал очень хорошую книгу про жизнь и все прочее, в том числе про вегетарианство. И он говорит, я проводил опрос, интересно, как люди реагируют. Я говорю, человек говорит, а я, говорит, осознанно ем мясо. Он говорит, осознанно? Ну, давайте рассуждать. Он садится с этим человеком рядом, говорит, вот я бросил есть мясо несколько лет назад. Почему? Я читал такие-то книги, и там вот то-то, то-то. Ну, вот я так вот бросил, изучал это все, и потом бросил есть мясо. А вы, говорит, какие книги изучали, чтобы есть мясо? Я тут не смог ни с одного слова сказать. Он никакие книги не изучал, чтобы есть мясо, потому что он ел его с самого рождения. Просто ел, и он не знал, что надо есть, не надо, он просто ел и все. Он говорит, какие книги вы изучали, чтобы есть мясо, никакие не изучал? Хорошо. То есть вы считаете, что вы осознанно как бы... Ну, хорошо. А что вам дает вот употребление мяса? Я вот изучал и понял, что дает мне неупотребление мяса, что в моей жизни я получаю вот это, вот это, вот это. А что вам дает употребление мяса в вашей жизни, в этой и в следующей? Вы изучали это? Нет. Тогда в чем заключается осознанность того, что вы едите мясо? Ведь естественный ход жизни, он не всегда приводит к победе. Чаще всего наоборот. Поэтому человек не должен идти естественным ходом жизни. Вполне естественно, женщине наслаждаться семейной жизнью. Она хочет что в семье? Она хочет, чтобы ее любили. Это естественно. И так она гробит свою жизнь семейную. Почему? Потому что как раз это желание, чтобы меня любили, является пусковым механизмом для того, чтобы уничтожить все отношения. Чем сильнее это желание, тем хуже жизнь женщины в семье. Мужчина, если хочет наслаждаться женщиной, то он разрушает всю свою жизнь таким образом. Что он должен делать? Он давать ей должен заботу, защиту. А она ему естественным образом сама, потому что она живет рядом с ним, приносит наслаждение. Когда это приходит время? Женщинам вот очень хорошо понять, что они могут приносить наслаждение не каждый день мужу, а когда приходит время. Так, женщина или нет? Что в основном женщина не может ему давать счастье, потому что вот она не чувствует, что она может. У нее нет сил просто. А приходит время, и она может это делать само собой. Таким образом, люди страдают от того, что они живут естественным ходом жизни. То есть они естественным образом живут, не задумываясь о том, как надо жить правильно. Это означает, что уже страдание. Уже страдание. Вот так в этом мире все хитро устроено, что человек, как все, если живет, то он получает страдание в своей жизни. Но не сразу. Через какое-то время. Потому что Веда описывает, как это происходит. Естественный ход жизни рождает сначала счастье. Мне хорошо с тобой. А потом тю-тю. Прощай со всех вокзалов, поездам. Понимаете? Потом вот так вот жил. То есть однажды встретились с тобой. Вот встретились, просто так погуляли, повеселились. Потом опа, узнала, с кем живу. Страдание, да? Теперь второй вариант. Я сначала узнал, с кем буду жить. То есть изучаю. Не сближаюсь с человеком, а изучаю его. Пытаюсь понять. Это страдание. Потому что хочется же наслаждаться в это время. Я его люблю. А надо изучать в это время. А нельзя общаться близко. Страдание сначала. Потом, когда изучил, уже принял решение. Может, даже не с этим человеком принял решение жить, а с каким-то другим. Такое тоже бывает. Потом счастье. Сначала яд, потом нектар. Нектар в правильной жизни. Правильный ход событий. Сначала яд, потом нектар. Неправильный ход событий. Сначала нектар. То есть человек не рассуждает, он просто наслаждается жизнью. Потом яд. Так везде, во всем жизни так происходит. Маму надо простить. Вот здесь мы про маму рассуждаем по записке, по вопросу. Маму надо простить, молиться за нее. Я пять лет назад поменяла свое имя. Раньше думала, что поступаю правильно. Сейчас сомневаюсь. Ну, поменять назад. Имя влияет на человека, это факт. Чувствуете, не то имя получило. Ну, поменять назад. Вообще, у человека много имен в жизни бывает. Вот, допустим, я когда ведами начал заниматься, я узнал, что есть духовные имена еще. Потом я узнал, что во всех традициях есть духовные имена. Какие бы ни были, во всех традициях есть духовные имена. Допустим, у православных пишут там такой-то, такой-то в скобках, такой-то. То есть, это означает духовное имя у человека на первом месте стоит. Вот, поэтому лучше всего иметь духовное имя, означает войти в какую-то традицию духовную. И в ней развиваться, и уже божественно иметь человек от Бога получает имя. Не от семьи, а от своей, а от Бога. Имя от семьи тоже хорошо. Имя от друзей. Бывает, друзья как-то называют человека еще. Тоже имя. Итак, мы естественным образом прилезли в тему сегодняшнюю, которая называется «Карма и семья». Виды семейной кармы. Я, видите, почти ни на что не ответил, вы просите меня за записки, но я не могу отвечать быстро. Раз, раз, раз и все. То есть, мне надо разжевывать тему. Виды семейной кармы. Есть хорошая карма, означает благостная. Есть карма средней тяжести, означает страстная карма семейная. И есть карма тяжелая семейная карма, невыносимая карма, означает невежественная. Карма – это что такое? Это то, что никак не связано с разумом. Вот, допустим, у человека есть сумка. Тяжелая сумка, 5 килограмм. Ему надо ее, как бы, донести до дома. Если он несет просто на руках, это означает тяжелая невыносимая карма. Ну, допустим, ему трудно такой вес нести, тяжелая невыносимая карма. Но он же может доехать на машине, да? Не обязательно он будет нести до дома. Есть разные варианты, как эту сумку нести, так? Иногда девушка просто такая она, смиренная такая, хорошая, пригожая, как говорят. И раз, ей помогли сумку донести до дома. Такое же тоже бывает, так? Кто-то взял, помог. Девушка понравилась, помог сумку донести. Сама не стала нести. Что это значит? Это значит, что карма хорошая. Стала потому, что действует разум. Разум может менять карму. Допустим, изначально карма тяжелая у человека бывает, тяжелая изначально. Рожденная прошлой жизнью. Почему тяжелая карма? Потому что в прошлой жизни в семье я так жил. Обычно как бывает? Вот, допустим, женщина, она постоянно думает о своем муже, который приносит ей страдания в семейной жизни. Думает, думает о нем. И в следующей жизни, так как она думала о нем, Аведа называет тонкое тело или психическое тело, в котором мы, в общем-то, и живем. Мы же не живем в грубом теле. То есть оно двигается, да, грубое тело. Но по факту счастье и страдания мы в основном испытываем от тонкого тела, от психики своей. И тонкое тело называется телом желаний. То есть какие желания у нас есть, так и формируется наше тело. Допустим, я желание прилагаю к мужу. Женщина прилагает желание к мужу. В следующей жизни она рождается таким же мужчиной, похожим на своего мужа. И начинает вести себя точно так же, как он себя вел. Почему? Потому что она на него обижалась, длилась. Означает, не принимала. Судьба считала, что она лучше. Судьба говорит, раз ты считаешь, что ты лучше, пожалуйста, вот тебе такое же тело, попробуй вести себя лучше. Допустим, если человек говорит другому человеку, ах ты скотина, зачем ты бросил свою жену? Ну так, в сердцах, да? Судьба говорит, пожалуйста, если ты считаешь, что ты не скотина, судьба ему говорит, самому этому человеку, вот тебе такая же ситуация, попробуй не бросать свою жену в этой ситуации. Попробуй не бросить. Понимаете? То есть, мы не можем, не имеем права никого осуждать в этом мире. Но откуда возникает осуждение? Они возникают от привязанности. Смотрите, я хочу быть счастливым рядом с этим мужчиной. Хочу быть счастливым. Уже неправильно. Потому что веды говорят, что человек рожден не для счастья, а для сдачи экзамена. Он должен выполнять свой долг в этом мире. Для чего? Для того, чтобы понять, что он душа. А душа всегда отдает, а не берет. Она всегда должна отдавать, а не брать. Она не должна помышлять даже о своем счастье. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Не желать, мечтать, желать, хотеть, а трудиться, отдавать. То есть, чтобы семейное счастье было, для этого надо заботиться обо всех и даже не помышлять о своем счастье личном. Тогда семейное счастье появляется в жизни. Сразу же. А если я хочу себе счастье, то его не будет никогда. Видите, сама идея, что я хочу счастье себе, уже ущербное все, она не приводит к счастью этой идее, к сожалению. Мы об этом не знали ничего. Но не знание, оно ничего не меняет в нашей жизни. Итак, я хочу счастья от человека. И он, допустим, мне принес счастье в какой-то момент жизни. И я уже на это рассчитываю. Это называется привязанность. Что такое привязанность? Рассчитывать на счастье. Допустим, у меня есть ребенок. Хороший такой ребенок. Хороший. И он мне дает счастье. И я на это рассчитываю. Так? Это означает, что дальше от этого ребенка начнутся страдания. Потому что он в единицу времени, веда объясняет, человек меняется в сторону утяжеления кармы. То есть маленький ребенок был, мало кармы на него действовал, он был хорошеньким. Потом он стал взрослее, на него больше кармы действует, стал не таким хорошеньким. Потом еще взрослее, больше не хорошеньким. Еще взрослее, еще больше не хорошеньким. А мать-то привязалась к тому, который был хорошеньким. И она ждет, когда же он теперь станет хорошеньким-то, а он не становится. И она переживает. Она говорит, Олег Геннадьевич, я за сына переживаю. Нет, вы не за сына переживаете. Вы переживаете за свое чувство счастья, на которое вы рассчитываете в своей жизни. Вот за что вы переживаете. Это не бескорыстное чувство. Я не за себя, Олег Геннадьевич, переживаю. За сына. Нет, моя хорошая, вы переживаете именно за себя. Потому что сыну как раз нужно наоборот, чтобы его оставили в покое, а не переживали. Он об этом много раз и говорит, мамочка, пожалуйста, не переживай, оставь меня в покое. Много раз говорит, но мамочка не понимает. Она говорит, я для тебя, сынок, стараюсь. Нет, не для тебя, а для себя. Я хочу наслаждаться сынком своим, поэтому я и стараюсь. Но как сделать так, чтобы он был счастливым на самом деле? Для этого надо оставить его в покое. Означает искать счастье внутри себя. Веды говорят, внутренняя жизнь является основой счастья. Допустим, я взяла, помолилась за сына. Смотрите, сразу успокоилась. Как вот сделать так, чтобы за сына не переживать? Я трясусь за сына, переживай. Потому что ты неправильно живешь. Твоя жизнь идет в неправильном русле. Как сделать так, чтобы за сына не переживать? Надо сесть перед святым человеком, начать поклоняться ему, кланяться ему. Думать, Господи, какой же ты возвышенный. Я хочу тебе служить. Жить по твоим законам, по твоим принципам. Как ты живешь? Это называется молитва. То есть молитва означает перенятие сознания. У Бога, у его слуг. Ну то есть, кто более доступен. Если Бог доступен, пожалуйста, можно у Бога перенимать сознание. Если слуги Бога доступны, то есть святые люди у них. Человек внутренней жизнью, когда живет, ну допустим, человек не знает, что есть молитва, есть Бог. Хорошо. Внутренняя жизнь означает, я желаю всем счастья. Желать всем счастья сидеть. Я желаю счастья этому человеку, я желаю счастья этому человеку, я желаю счастья этому человеку. Внутренняя жизнь. Отдавать. Значает отдавать. Забыла. Про сына забыла, что у него плохо. Молишься. В сердце появляется, так как человек живет в правильном русле, идет, жизнь его течет в правильном русле, у него в сердце появляется сила. Он чувствует силу внутри, удовлетворенность, спокойствие. Почему? Потому что, когда человек в правильном русле идет, всегда внутри, в сердце возникает радость, счастье. Откуда это берется феномен, интересно знать. Поэтому человек ищет, куда мне идти в жизни, куда мне идти, почему он ищет? Потому что он чувствует, что там что-то не то. И веды объясняют, что вот это что-то не то, что я чувствую внутри. Это и есть та личность, ради которой мы живем. Там вот что-то не то или что-то то. Веды говорят, в сердце человека есть представительство Бога. Это представительство Бога, оно обладает энергией счастья. Если что-то то, то я испытываю счастье. Вот кто испытывает счастье от этой лекции сейчас, поднимите. Значит, Бог доволен вами. Кто не испытывает счастья? Остальные воздержались. Принято единогласно. Кто-то не испытывает, это факт. Это значит, Бог недоволен, здесь делать нечего на этой лекции. То есть здесь надо быть тем, кому Бог внутри доволен. Человек чувствует счастье правильно, я сюда пришел правильно. Это значит, Бог доволен. Все. Вот я чувствую, что я правильно сюда пришел. Вот отгадайте, почему я так чувствую. Можете отгадать, нет? Нет. Не отгадали. А? Нет. Не отгадали. Следующий в своей пути, это правильно. Но вот я, лично я, почему сейчас себя чувствую, я вам сейчас скажу. Потому что очень много разумных людей сидят и меня глупца слушают. Я вот, когда шел сюда на лекцию, я думал, Господи, неужели опять столько народу придет? Чего же они такое услышали-то? Я никак не могу этого понять. Я удивляюсь, и вот это удивление, удивительно, как бы то, что я чувствую удивление вот этого, что я глупый человек. Вот, и много людей разумных, я здесь вижу много разумных лиц, они слушают с верой. Вот это чудо. Я вот это чудо чувствую, и поэтому я испытываю счастье. Итак, идея в чем заключается? В том, что там внутри есть сила определенная. Веды говорят, сверхдуша, представительство Бога, которое определяет, как нам жить. И если мы же идем неправильным путем, там внутри и беспокойство. Но веды учат, объясняют, как правильно. Правильный путь означает всегда путь внутрь себя. Не снаружи, а внутрь. Например, муж меня мучает. Путь внутрь себя означает сказать себе, я сама виновата, но не говорится, не говорится. Когда больно, человеку очень трудно признать, что он сам виноват в том, что вот такая ситуация в его жизни. Он же меня мучает, а не я его мучаю. И для этого нужна дополнительная энергия, дополнительная сила. Поэтому человек уединяется, чтобы получить знание, понять ситуацию, принять в жизни. И начинает молитву свою, кланяется святому человеку, настраивается на него, хочет жить, как он, потому что святой испытывает счастье от жизни, а я нет. Он правильнее живет, в правильном русле живет. Начинаю молиться ему, раз, мне спокойно стало. И в этом спокойствии надо себе сказать, а теперь прими это, что мир соткан из справедливости, и тебе достался такой муж, который тебе положен. Это принятие означает видение своей судьбы. Когда человек принимает вот такого мужа, это означает, что он видит ту часть кармы, ту часть судьбы, которая сейчас действует в его сердце. Мы всегда свою судьбу боимся и не любим. Поэтому мы страдаем, невежестве живем. Когда человек принимает свою судьбу, он испытывает счастье, потому что Господь в сердце говорит, молодец. И счастье приходит. Мы думали, ой, я приму, еще хуже будет. Это если я приму, что вот с таким мужем мне надо жить, так еще хуже или иначе будет? Нет, будет не хуже, а будет лучше. Станет спокойно. И что же, теперь всю жизнь с ним жить, что ли? Это опять не наше дело. Не наше дело. Всю жизнь или не всю жизнь решаем не мы. Мы не можем планировать свою жизнь. Мы можем ее спланировать, конечно, но получается все не так, как мы хотим, а так, как положено. Многие люди вот уже не пришли на эту лекцию, потому что им положено в это время было отправиться уже в другой мир. По статистике здесь вот сидит где-то 900 человек на лекции. Кто-то не пришел. Из 900 человек кто-то не пришел. По причине того, что он уже закончил свою жизнь в этом мире. Понимаете идею, о чем я говорю или нет? Трудно понять, да? Трудно понять. Нам это трудно понять. Я говорю о том, что мы не планируем свою жизнь. Высшие силы планируют. Человек не знает, что с ним будет завтра. Мы не знаем. Можем догадываться. Высшие силы могут дать нам знания, если мы живем правильно. Благостные люди знают, примерно, когда они тело оставят. Страстные не могут знать. Невежественные обмануты. Они считают, что точно они не оставят в ближайшее время. Страстные боятся смерти, поэтому они не так сильно обмануты. Но благостные люди не боятся смерти, потому что они стремятся к знанию. Они знают, когда придет смерть. Потому что это же тоже боль, которую надо принять в свое сердце, и тогда ты о ней будешь знать. Как узнать, когда ты оставишь тело? Для этого надо принять, что ты оставишь тело. Когда ты принял это знание в сердце, переварил его, то в этот момент тебе пришло это знание. Человек может видеть будущее, если он может принять его это будущее. Принять означает спокойно. Вот те, кто орали, что 2012 год – это плохой год. Эти люди не приняли 2012 год. Они не знали ничего о 2012 году. Чтобы узнать о 2012 году, надо сесть, расслабиться, начать молиться и сказать, 2012 год – это моя судьба. Я принимаю этот год. Когда человек принимает, он начинает чувствовать, что год трудный. Трудности связаны с тем, что будут скакать финансы, эти денежные махинации. Об этом говорил в прошлом году уже, еще раз повторяю. Трудности с этим связаны, а также связаны с тем, что у каждого человека будет больше экзаменов в жизни. Вот в этом трудность заключается. Трещина от Краснодара до Москвы не будет идти в этом году. Если бы была трещина, то тогда спокойно так же, как бы, ты молишься об этом в 2012 году, и спокойно приходит в твое сердце знание – будет трещина. Но это хорошо. Или будет Великая Отечественная война. Но это хорошо. Это нужно. Это правильно сейчас, актуально в этом мире. Великой катастрофы не будет в 2012 году. Это не актуально сейчас. Какая-то война, может, будет. Я чувствую, что-то может быть. Но не Великая катастрофа. Понимаете, о которой так пищали предсказатели. Таким образом, жизнь, она другая. Не такая, как кажется тем людям, у которых глаза квадратные. Которые не могут принять судьбу. Итак, мы с вами рассуждаем о чем? Есть тяжелая карма. Тяжелые сумки нести невозможно. Не могу жить с этим человеком. Тяжелая семейная карма означает «не могу жить с этим человеком». Или «не могу выйти замуж». «Не могу родить ребенка». Тяжелая семейная карма. Есть непреодолимая семейная карма. Тяжелая или непреодолимая, человек не может сам узнать. Это милость Бога. Допустим, человек не может родить ребенка. Что нужно делать? Пытаться лечиться, работать над собой, учиться быть женщиной, или учиться быть мужчиной, мужчине, чтобы появился ребенок. Так? Но если человек занимается интенсивно духовной практикой, то ему приходят знания. У тебя никогда в жизни не появится своего ребенка. И также приходит знание, что на самом деле любой человек может иметь ребенка. Хоть у него появится ребенок, хоть не появится, он может иметь ребенка. Но из-за нашей скупости, из-за того, что мы скупцы, такой человек он в молитве увидит, из-за того, что мы скупцы, мы не можем пойти просто в детдом и взять себе ребенка на воспитание. Из-за скупости. Я хочу своего, так это и будет твой. Нет, хочу, чтобы из меня вышел. Но это означает уже скупость, понимаете? Какая разница тебе, по большому счету, из тебя он выйдет или снаружи? Это будет твой ребенок по судьбе тебе положенный. Просто иногда человеку положено, что из него выйдет или из его жены. Человек бывает и женщина, и мужчина, я с разных точек зрения, как бы сказал. Иногда буду шутить, чтобы вы немножко улыбались, а то сейчас совсем я вас замучаю. Вот. А иногда бывает так, что человеку не положено по судьбе, что из него выходит или из его жены. И тогда надо пойти и взять ребенка на воспитание. Некоторые люди до старости живут и не берут ребенка на воспитание, говорят, мы бездетные, несчастные. Нет, вы не несчастные, потому что вы бездетные, а вы несчастные, потому что вы скупцы. Вы не хотите взять ребенка и сделать его родным. Вы хотите, чтобы он сразу родным стал. Но Бог не дает изнутри, потому что не положено. Он говорит, если ты хочешь ребенка, возьми. Пожалуйста, нет проблем. Но изнутри не положено. Есть еще более разумные люди, им наставник говорит, они не поняли сами. Вот смотрите, еще более разумные люди понимают сами, а есть еще более разумные люди, они не поняли сами, но наставник говорит, возьми ребенка прямо сейчас на воспитание. Неизвестно, родишь ты сам или нет. Он берет сам на воспитание, и женщина, которая берет ребенка, у нее сразу же вспыхивают гормональные функции женские. Все начинает работать так, как ребенок рядом, у нее женская энергия начинает расти. И если ей положено, хоть немножко положено по судьбе иметь ребенка, она очень быстро получает еще своего вдобавок. Но для этого надо слушать старших. А старшие – это те, кто знают, имеют знания о том, что такое жизнь. А таких людей очень мало сейчас. Поэтому человеку очень трудно. Каждый человек должен стать благостным. Бывает карма тяжелая семейная, бывает средняя тяжесть, бывает легкая. Но если человек идет правильным путем, то тяжелая семейная карма становится постепенно легкой. Потому что карма – это означает всего лишь сумки. Их можно по-разному нести. А несет сумки разум. Разум – это такая сила, которая соткана из знаний о том, как жить. Есть благостное знание о том, как жить, есть страстное, есть невежественное. Когда человек пользуется благостным знанием, то тогда сумки становятся легкими. Он на машине их везет. Когда человек невежественным знанием пользуется, он их не может нести, потому что это невыносимый груз. Смотрите, благостное знание означает цели. Знание всегда означает цель. Куда я иду? Куда я иду в своей жизни? Благостные люди изучают цель. Они пытаются понять, куда идти. Вот вы все благостные люди, раз вы меня столько времени слушаете. Я неизвестен, потому что я не знаю, сколько я, три часа могу прослушать лектора или нет. Это надо же сидеть и слушать три часа. А вы слушаете уже сколько? И будете еще слушать. Это означает уже благостные люди. Итак, смотрите, интересно понять, что благостный человек, он может иметь тяжелую карму, но его карма постепенно становится легче со временем. Все лучше, лучше, лучше становится. Что значит благостный человек? Это значит, что он выработал такую концепцию счастья для себя. Я хочу научиться жить не для себя. У меня в сердце постоянно есть желание жить для себя. Оно мучает меня. Я хочу научиться жить в знании, научиться жить не для себя, по законам, высшим законам, законам священных писаний, по законам Бога. Я хочу так научиться жить, по законам высшей истины, высшего знания, по законам священных писаний. Какого священного писания, которое придет в мое сердце, станет для меня ближе? Благостные люди, не сектанты, они не говорят, только это священное писание правильное, все остальные неправильные. Понимаете, это сектант так себя ведет. Люди, которые не понимают, у них, их сознания не хватает, чтобы понять, что Бог не такой глупый, чтобы только одной культуре дать знания. Он может дать знания разным культурам. Веды говорят, даже не только на Земле существуют знания о Боге, также на других планетах есть жизнь. Веды говорят, и там есть знания о Боге также, есть писание. И сколько писаний? Столько, сколько типов отношений с Богом у людей. Вот, допустим, у меня такой тип отношений с Богом, такое писание предназначено. Вкус отношений рождает писание. Разные вкусы отношений рождают свои писания. Но одна и та же истина предстает перед людьми в разных видах. Так благостные люди стремятся к высшей истине. Они хотят научиться правильно жить по законам Бога. Они говорят, я не хочу жить для себя, мне надоело жить для себя. Благостный человек отрицает счастье жизни для себя. Он считает, что жить счастливо можно только в служении другим. Вот это надо перешагнуть через эту платформу страсти. Теперь смотрите, страстная жизнь означает самообман. В чем он заключается? «Я хочу жить счастливо». То есть, видите, уже по факту, хочу жить для себя. Не я как бы хочу жить для других и не думать. Хочу я счастливо, не хочу, это не мое дело. Придет время, и счастье будет. То есть, я верю в этот мир. Я верю, что если я живу правильно для других, то счастье приходит само, как награда. Страстный человек хочу жить счастливо. И готов помогать всем, если они вместе со мной мое счастье строят. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит Бессмертие наших границ. То есть, видите, расширенный эгоизм. Так? Вроде бы кажется, как никакой эгоизм, это уже классно для страны жить. Расширенный уже эгоизм такой уже. Мы рождены. То есть, видите, люди в страсти, они вместе действуют. Для своего счастья. Каждый для своего. Вот в этом противоречие заключается. Вот, допустим, люди в страсти создают семью. Каждый живет для своего счастья. И потом жена говорит, по факту, ты для кого живешь, скотина? У нас двое детей, ты для кого живешь? Вот для женщины жить для детей означает благость. Она к ней так кажется. А мужчина, он считает, что он не должен для детей жить. Это дети для него должны жить, он считает. И смотрите, возникает противоречие. То есть, у людей в страсти всегда возникает противоречие. Допустим, у женщины свое представление о счастье. Она говорит, беседа между нами должна быть нежная, мягкая. Понимаешь, надо мягко общаться, нежно. Мужчина так не считает. У него счастье совсем в другом ключе идет. Он говорит, понимаешь, нежная беседа будет, когда ты, скотина, будешь меня уважать. Ну, то есть, для мужчины, как бы, нежность означает, что жена вот так делает постоянно. Да, мой хороший, да. Все правильно ты говоришь. В страсти мужчине означает, что женщина всегда вот ходит, и как бы, и что бы он ни сказал, она согласна. Согласна. Для мужчины в страсти. А женщина в страсти, она может быть и согласная. Ну, ты должен разговаривать со мной нежно. Сначала нежно разговаривай, а потом я буду согласная. Понял? То есть, видите, смотрите, интересно, как ситуация складывается, что сначала мое счастье, а потом твое. И у него тоже сначала мое счастье, а потом свое. А это же невозможно. Ведь по факту сначала кто-то должен быть первый счастлив. Так благостные люди и живут. То есть, человек благостный отдает счастье близкому человеку и живет просто для него. Когда тот наполняется счастьем, из него начинает, когда исходить благодарность, благостный человек в это время начинает его воспитывать, потому что он знает, недостаточно просто заботиться о человеке, надо еще его воспитывать. Это тоже второй вид служения ему. Видите, благостный человек поэтому всегда счастлив. Он всегда выполняет свой долг. И Господь в сердце радуется ему. И он счастлив внутри себя, благостный человек. А снаружи тоже приходит время, и он становится счастлив. Но страстный человек не может быть счастливым, он играет в части. Потому что, смотрите, противоречие уже заложено. Невозможно сразу двум человекам, чтобы жили для них. Невозможно. Придется для кого-то из них одного жить. Из страстных людей, вот смотрите, это средней тяжести семейной кармы, как происходит. Кто-то сильнее, имеет больше благочестия, кто-то меньше в семье. Всегда так бывает. И это означает, что кто-то является приемником любви, кто-то принимает на себя любовь, а кто-то любит. Кто-то дает любовь, а кто-то ей пользуется. Тот, кто любит, он пользуется любовью. А тот, кто дает любовь, соответственно, он становится Богом в семье. Богом может стать или женщина, или мужчина. Всегда вот в любой, возьмите свою семью, у вас кто-то Бог есть в семье. И есть тот, кто служит, думает, блин, я такой несчастный. Постоянно для этой скотины живу. То есть он вроде бы любимым был, а теперь уже скотина становится. Почему? Потому что он как бы пользуется, он такой наглеет потихоньку, становится таким монстром в семье. То есть он себе больше позволяет, чем близкий человек может себе позволить. Почему? Потому что он дает любовь. Он основа любви, понимаете? Это может быть или женщина, или мужчина. Если мужчина таким становится монстром, то в результате женщина чувствует себя как рабыня из аура. То есть она бегает, я не знаю, там, рабыня. То есть она бегает, прыгает перед ним на задних лапках и постоянно недовольна. Она чувствует в конце концов, что ее эксплуатируют в отношениях. Эксплуатируют. Теперь, если женщина становится таким человеком, центром внимания в семье, в страстной семье, центром внимания женщина становится, что происходит тогда? Тогда она пренебрегает мужем. Она такая как бы, ну типа, она становится независимой от него такая. Ну что хочешь, то и делай. Мне все равно. Как хочешь, так и живи. И она как бы ведь свои права качает в семье, как хочешь, живет. Она по факту не так сильно выполняет свои обязанности, потому что я на самом деле, ты мне в подметке не годишься. Понимаете, так она думает в сердце. Ну не то, что я немножко утрирую, но вот в каждой семье в страстной такие отношения. И поэтому есть два обиженных. Один обижен, что мне не додают. Я такой крутой здесь, как бы, мне не додают. А мне положено больше, чем вот это вот. Я ее замуж взял так, типа, она недостойна меня. А второй обиженный, это тот, кто чувствует себя униженным. То есть два человека считают, что им положено в первую очередь счастье. Оба так считают. Просто один перетянул на себя счастье больше, чем другой. Всегда кто-то побеждает в таких отношениях. Причем интересно знать, что если они прожили долго вместе, то у них произошел кризис. У страстных людей проступает кризис, во время которого или они расходятся, то есть страстные люди не могут просто так жить вместе. Вот этот вот эгоизм, он всегда воюет. Невидимая война у страстных людей в семье ведет, постоянно идет. Вот невидимая война. И они делают вид, что никакой войны нет. Это игра. Страстная жизнь означает игра. И страстные люди постоянно, они, вот как можно отличить благостных людей от страстных? У благостных людей на лице лицо. На лице лицо, понимаете? Вот если я вот такой сижу перед вами, значит я такой. Не какой-то другой, а вот такой. Но у страстных людей на лице нет лица. У них на лице игра. Ну, сейчас я вам покажу. Сегодня я прочитаю вам удивительную лекцию семейным отношениям. Видите, даже диксия поменялась. То есть она должна быть правильной, это диксия. Такой глубокой, научной. Все должно быть очень научным. Естественно, я образованный человек. Если я такую лекцию читаю, то... Не так вот, а вот так. Хоть по факту как бы там выше, а здесь ниже. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И ведь хочется ведь меня уважать, да? Ну, то есть делать вид, что меня уважают. Ну, надо делать вид, иначе неудобно от этой лекции будет сидеть. Надо делать вид, что вы меня уважаете, так? Иначе, ну, неинтересно будет сидеть. Вот так вот такой голос. Голос вот такой, да, должен быть. Ну, то есть голос сильный. Понимаете, сильный голос должен быть. Я же сильный человек. Узнали? И так всю жизнь. Всю жизнь так, представляете? Некоторые так сильно входят в роль, что становится смешно даже иногда. Я в самолет, когда захожу, я такой пример привожу. Я не могу сдержать улыбки, когда вижу на бизнес-классе, бизнес-классе вижу вот это. Ну, Деба, проходи, не мешайся. Нашел в роли очень сильно. Настолько сильно, что забыл, что он другой на самом деле. Когда у страстного человека слетает маска. Когда приходит страдание. Он становится самим собой, страстный человек. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Понимаете, то есть, ну, как бы он уже страдает, и у него все стало на свои места. Он обычный уже. Стал обычным человеком. Но мышление необычное. Я буду с тобой. Не факт. Не факт. Ну, это уже не от тебя зависит. Это зависит от судьбы. А ты не можешь. А вот страстные люди считают. Мы сами делаем свою судьбу. Да ух, какие вы сильные. Ну, могущественные какие. Вы сами воздух создали здесь, на этой земле? Нет. Дышим чужим воздухом, который до нас был создан. Хорошо. Создаем свою судьбу. Солнце создали? Нет. Землю, по которым ходят? Нет. Своё тело создавали сами? Нет. Мы сами себя умиршляем? Нет. Приходит время и тю-тю. И мы даже не знаем, когда будет тю-тю. Вот в чём дело. Мы создаем свою судьбу, товарищ. Ну, как бы, ну, это же бред. Нет. Это, конечно, мы создаем свою судьбу. Это факт. Вопрос заключается, как мы её создаём? Мы её создаём, сдавая экзамены. Перед кем-то, кто вот это всё сделал. Понимаете? Весь концерт. Но страстный человек, он не понимает, что концерт сделал не им. Он говорит, я здесь делаю концерт. Но если ты сделаешь концерт, дай гарантию, что у тебя не будет запора. Вот дай гарантию вообще всем людям, честно скажи, что у тебя не будет запора никогда в жизни, если ты делаешь концерт. Во время того, и делая не концерт, может так случиться, что опа, и ты не сможешь покакать. Ну, ты не знаешь, что за фигня. Что за врачи у нас, блин? Я на нормальное, слабительное не могу покакать. Но врачи тут ни при чём. Это концерт просто не ты делаешь. И тот, кто делает концерт, у тебя сделал запор. Почему? Потому что, чтобы показать тебе, кто делает концерт. Итак, интересно знать, что страстными людьми судьба ведёт себя коварно. Она им устраивает дополнительные экзамены, потому что они гордятся собой. Эта гордость заставляет человека считать себя центром внимания. Вот это ощущение, я должен быть счастливым в первую очередь, это и есть гордость. Душа по своей природе веда объясняет, слуга, она служит, и из этого испытывает счастье. Того, что она как слуга себя ведёт, она испытывает счастье. И даже по факту взять, даже страстные люди, они не могут обойти этого момента. Допустим, взять, допустим, начальникова и подчинённого. Как сделать так, чтобы подчинённый развивался по службе? Если он перед начальником будет ходить, то я здесь делаю концерт. Ну тогда, пожалуйста, делай концерт, но только на другой фирме. И вот тут тоже пинка под зад ему дадут. Хоть он, понимаете, то есть даже страстный человек должен играть роль смиренного. Это уже разумные страстные люди, которые действительно придвигаются вверх по службе. Они кивают начальнику, всё. Но по факту это у них такая игра просто, разумная игра. Смиренный человек, потому что страстный человек никогда не может быть смиренным. Смирение означает, что ты слуга. Означает, маски спадают, всё. Мы ни во что не играем. Мы здесь ни хозяева, ни господа. Мы просто служим. И слава Богу, что дали возможность. Вот о чём мне надо просить Бога? Надо сказать, Господи, спасибо Тебе, что такому дураку дал возможность здесь сидеть. Это самый лучший вариант вообще моего пребывания на этом стуле. Самый лучший, веды говорят, самый лучший вариант пребывания. И в этом случае я не ошибусь. Ну, по крайней мере. Я понял. Это бивление. Ну, по крайней мере.